Сегодня мы продолжим тему рассмотра сторонних обсуждений, ибо в этот раз всплыла дискуссия насчёт выделенных серверов. Как вы можете знать, варф таковыми не располагает для обычного геймплея, то есть располагается сессия на железе одного из членов отряда. В связи с чем, явление миграции хоста является одним из ключевых недостатков игры, где последствия разнятся от небольшой загрузки до потери всего прогресса. Естественно, выделенные сервера хочется, чтобы такие неприятности избежать, и на фоне рекордных доходов варфа обсуждение возобновилось. Мол, даже сами DE хвастались, как занимали первую строчку в стиме, являясь лидером продаж. И если деньги появились, то почему бы не инвестировать на выделенные сервера? Хотя проблема в том заключается, что такой рекорд продлился недолго. Связано это было с выходом Гауса Прайм в относительный период затишья, когда конкуренции толком не было. Вскоре после вышли проекты типа Pell World, Entrouded и Helldivers 2, а прибыль варфа уменьшилась ко значениям привычным, благодаря чему занимает позицию в двадцатке среди лидеров. Потому на данный момент нельзя утверждать, что варф обогнал игры типа CSGO, и применять это как повод на закупку серверов. С другой стороны, мы получили полную кроссплатформу, и уже на следующей неделе к нам подключатся телефоны. Вполне логично будет ожидать падения стабильности игровых сессий, но разрабы должны и сами это понимать, ибо речь про миллионы потраченных евро. Быть может, что стоило эти деньги на сервера потратить, вместо мобильной версии, мне всё ещё трудно представить её необходимость. И всё же прибыль наверняка увеличится, а раскошелиться на сервера желания мало, особенно для игры со стажем больше десяти лет. Это можно было бы представить для сиквела, но подобное ждать не приходится. DE предпочитает развивать основной варф, без пересмотра основ. И всё же DE предоставляли нам некоторые уступки в прошлом, например оператор и двери теперь зависят от клиента вместо хоста. А в скором будущем мы получим сохранение прогресса до верийской цепи, хотя уже почти год прошёл с момента выхода. Было бы неплохо такое сохранение добавить и для прочих режимов, если речь не зайдёт про выделенные сервера. Плюс имеется тот факт, что некоторый контент имеет такие сервера, типа общественных зон. Потому можно представить, как некоторый контент способен получить их поддержку, типа вылазок или открытых зон. Есть и тот факт, что варф является игрой живого сервиса, где прибыль сильно зависит от подачи нового контента и текущей актуальности. Работа над серверами может убавить подачу контента и даже сломать функционалы игры в процессе внедрения. Такого рода риск могли оценить неоправданным. Ведь речь про PvE-игру с упором на кооператив, а для Конклава уже есть функция по созданию выделенных серверов самими игроками. Потому думаю я, что куда проще будет выпросить системы по сохранению прогресса, а не сервера. Если где и могут расщедриться, так это в соулфрейме, ведь игра ещё в разработке. Как минимум тут была речь про отображение игроков неподалёку, которых можно пригласить в отряд. Но здесь ещё рано чего ожидать, ибо речь о Приальфе. А пока что я хотел бы ваши комментарии почитать, нужны ли выделенные сервера, или как обойтись без них. Всем всего, всем удачи и всем пока!